В Нью-Йорке началась неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. В город съехались президенты, премьеры, министры иностранных дел со всего мира. Основная программа дебаты в Генассамблее начнутся только завтра. А сегодня лидеры, в том числе и президент США Дональд Трамп, обсуждали борьбу с наркотиками и опиоидную эпидемию, которая для главы американского государства является одной из главных тем его президентской повестки в Нью-Йорке у здания ООН. Сегодня весь день работает мой коллега Гарри Книгницкий. Гарри, приветствую тебя. Ну что, какие впечатления от первого дня? Ну, впечатления от первого дня, наверное, все рассчитывали на какие-то огненные речи, на какие-то жесткие, может быть, даже заявления Дональда Трампа, поскольку все находились еще под впечатлением его прошлогоднего выступления на Генассамблее. Это как раз, когда он назвал Ким Чен Ына человеком ракетой, да, он когда он предложил... Маленьким ракетчиком, тут можно спорить о формулировках. ...предложил уничтожить Северную... да, Ракетмен. Предложил, заявил, что Северная Корея может быть вообще уничтожена, если она будет представлять угрозу для Соединенных Штатов или их союзников. Это было первое, собственно, появление Дональда Трампа в качестве президента США на Генеральной Ассамблее ООН. Сегодня уровень риторики, наверное, не тот, хотя, кстати, Северная Корея сегодня обсуждалась, и больше того, госсекретарь Майк Помпео заявил о том, что грядет, очевидно, еще одна встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Более того, как сказал Майк Помпео, он будет обсуждать... Он вылетел в Пхеньян для того, чтобы обсуждать подробности предстоящего саммита. И на вопрос журналистов он уточнил, что, может быть, до конца этого года уже состоится очередная встреча Майка Помпео с Ким Чен Ыном с тем, чтобы договориться о втором уже саммите КНДР США. Еще один важный внешнеполитический вопрос, который здесь, в кулуарах, сейчас обсуждается, да, пока в кулуарах, это Иран. Дело в том, что до этого и президент Ирана Хасан Раухани изъявлял желание встретиться с Дональдом Трампом. И Ники Хейли, постоянный представитель США при ООН, отвечая на вопросы журналистов, не исключила такую возможность. Но пока четкого «да» американская сторона еще не дала. И те эксперты, с кем нам удалось поговорить, они говорили о том, что вряд ли в отношениях США и Ирана можно будет ожидать таких же прорывов, непрорывов, но, во всяком случае, подвижек, как с КНДР. И вот почему. Дело в том, что если Северная Корея – это страна, где все принадлежит, вся власть принадлежит одному человеку, это он принимает решение таким, чем нын, понятно, с кем договариваться. В случае с Ираном все намного сложнее, потому что даже сам факт присутствия здесь, в Нью-Йорке, на Генассамблее президента Хасана Раухани, наверное, говорит не о столь многом. Дело в том, что в Иране все-таки человек, принимающий решения, это духовный лидер страны, а это Ла-Хаминеи. И поэтому Раухани, президент Ирана, в данном случае он больше рупор, как угодно, переговорщик, и все решения принимаются все-таки не президентом. Ну и вот, что нам по поводу отношений с Ираном, по поводу того, можно ли ожидать каких-то подвижек, рассказал сотрудник ООН. Давайте послушаем фрагмент нашего интервью. Скептики и тем более циники скажут, что здесь говорят много жестких слов в адрес Ирана и президента Раухани. Но кто знает, что произойдет в следующем году. Может быть, произойдет следующее. Крепкое рукопожатие, если президент Трамп решит взять на себя роль миротворца в этом регионе и сделает с Ираном что-то подобное тому, что он сделал с Северной Кореей. Это действительно непредсказуемо, особенно с таким президентом. Мы надеемся на перемены. Но скорее все пойдет все-таки по пути усиления конфронтации. Не думаю, что риторика в адрес Ирана будет мирной. И скажу больше, как только Трамп покинет здание ООН, постоянный представитель Ники Хейли вернется к жесткой риторике в адрес Северной Кореи. Гарри, ты сейчас не один. И прямо сейчас, да, 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 позвольте я представлю нашего уважаемого эксперта. Прямо сейчас в прямом эфире к нам присоединяется официальный представитель Госдепартамента США Ванесса Акер. Ванесса, спасибо, что вы принимаете участие в нашем сквозном информационном эфире на RTVI. Вот что касается перспектив в американо-иранских отношениях, можно ли ожидать, во-первых, встречи все-таки на полях этой генассамблеи, встречи Дональда Трампа и Хасана Раухани? То, как сейчас ведет себя Иран, устраивает ли Белый дом? Я имею в виду, если раньше была иранская сделка, да, впоследствии Дональд Трамп эту сделку расторг. Есть ли какие-то перспективы, что Соединенные Штаты и Иран договорятся на каком-то уже другом уровне? Да, мы, как раз президент Трамп заявил о своем решении выйти из иранской сделки в мае этого года, потому что эта сделка не сработала, это не была эффективная сделка, потому что в течение трех лет, когда эта сделка, ну, с тех пор, как эта сделка была совершена, Иран увеличил свой вклад в оборонительный сектор на 37%. И это означает, что это, ну, это, ну, это плохо, потому что ВВП Ирана, это вообще сокращился, уменьшился в это время. И Иран в это время использовал эти деньги, это инвестиции, международные инвестиции, которые могла бы использовать для своего народа, своих, своего, улучшить общество. Они использовали эти деньги для Хезболия, чтобы поддерживать Хезболия, чтобы поддерживать Асаду, чтобы поддерживать хутистов в Йемене, вообще, чтобы вмешиваться во всех регионных конфликтах на Ближнем Востоке. То, что мы хотели бы, мы хотели бы делать новую сделку, но эта сделка должна быть всеобъемлемая сделка, которая включает не только ядерный вопрос, а еще другие вопросы, наращивание баллистических ракет и другие вопросы, так, и вмешивание Ирана в своих делах, в регионных делах. Ванесса, сегодня многие обратили внимание, что Дональд Трамп сидел рядом с Ким Чин, конечно же, президентом, не с лидером Северной Кореи, что американский президент находился рядом с президентом Южной Кореи Мун Джи Ином. И по данным очень многих экспертов, Мун Джи Ин что-то сообщил Дональду Трампу о недавней своей встрече как раз с Ким Чин Ином. Можно ли действительно ожидать уже до конца этого года визита Майка Помпео в Пхеньян и каковы перспективы саммита Дональд Трамп к Ким Чин Ин? Так, действительно, у Дональда Трампа была сегодня встреча с президентом Южной Кореи, и они как раз разговаривали о ситуации безопасности в Северной Корее. В том, что касается визита Помпео, он сам сказал, что он готов поехать еще раз и встретиться, чтобы встретиться с Ким Чин Ином. Но тоже необходимо несколько, чтобы Южная Корея, чтобы мы выделили прогресс в Северной Корее. Но есть и есть прогресс. Я думаю, что в прошлом году мы были совсем на другом месте, и сейчас вообще улучшилась атмосфера гораздо, это гораздо позитивнее. И у нас есть оптимизм, что решается эта проблема, но это вообще длительный процесс, это не решается за один день. Спасибо, Ванесса. Я благодарю официального представителя Госдепартамента США Ванессу Эккер. Да, мы тоже благодарим. И возвращаюсь к выступлению Дональда Трампа сегодня на Генеральной Ассамблее. Характерно, что Дональд Трамп, и как ты отмечала, Катя, он говорил о такой насущной для Соединенных Штатов проблеме, как опиоидный кризис, как наркотики, и обсуждению наркотической эпидемии. Сегодня здесь на Генеральной Ассамблее тоже уделялось значительное внимание, и вот что по этому поводу сказал американский президент. Все из нас должны работать вместе, чтобы прекратить производство наркотиков и побороть наркозависимость. По этой причине в прошлом месяце Соединенные Штаты анонсировали мировой призыв к действиям по борьбе с наркотиками. Призыв прост сократить потребление наркотиков, предотвратить поставку наркотических веществ, расширить программы лечения и усилить международное сотрудничество. Если мы объединим наши усилия, мы можем спасти бесконечное число жизней во всех уголках мира. Когда я говорю «бесконечное число жизней», я имею в виду миллионы и миллионы людей. И реакция какая была, Гарри, на это? Опиоидному кризису. Ну а какая тут может быть реакция, кроме того, чтобы поддержать Трампа, потому что наркотики – это абсолютно международная проблема. И тем более, если говорить о путях поставок наркотиков, тут понятно, что странам нужно решать эту проблему сообща, потому что если говорить о каких-то кокаиновых потоках, он идет из стран Латинской Америки. Если говорить об эпиатах, это в основном Юго-Восточная Азия, и ни одна страна в мире еще в одиночку самостоятельно эту проблему не решила, и решить, пожалуй, не в состоянии. Другой вопрос, что когда мы говорим об эпидемии наркотиков, об эпидемии, я не побоюсь этого слова, наркотических передозировок, именно в Соединенных Штатах, тут ведь надо иметь в виду, опять же, что очень часто люди умирают от передозировки не собственно даже наркотиками, а именно лекарствами, которые производятся на основе опиатов, и даже по статистике количество передозировок именно из-за употребления таких лекарств порой превышает количество смертей из-за употребления, собственно, наркотиков. Еще важный момент, естественно, тут всех интересовало, по крайней мере, американских журналистов, внутри американская повестка. Естественно, никто не мог не задать Дональду Трампу вопросы по поводу Бретта Кавано, кандидата, все еще кандидата, верховные судьи, и когда Дональд Трамп уже выступил на Генеральной Ассамблее, позже, в кулуарах, все-таки журналисты сумели к нему подойти. Я напомню, что выступила еще одна женщина с обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес Бретта Кавано, причем, судя по тому, что она рассказала Нью-Йоркеру, это, ну, уже может быть даже недомогательство, потому что там речь шла о том, что в 83-84 годах в общежитии Ельского университета на одной из пьяных вечеринок, по словам, опять же, этой женщины Деборы Рамирес, Бретт Кавано и, в общем, и раздевался, и там тыкал ей в лицо, извините, чем ни попадя, да, вот, и тут, скорее, уже речь можно вести о попытке просто сексуального насилия. Бретт Кавано все эти обвинения категорически отвергает, ну, и когда Дональда Трампа спросили, что он по этому поводу думает, вот что ответил президент США. Он хороший человек с безупречным прошлым, и эти заявления, предоставленные адвокатами, не обоснованы. Посмотрите на адвокатов, которые делали заявление. Судья Кавано – выдающийся человек, и я с ним все это время. Посмотрим, как все пройдет в Сенате, посмотрим, как пройдет голосование. Я думаю, есть шанс, что это может быть одним из самых нечестных, несправедливых вещей, которые могут произойти с кандидатом куда угодно. Но я по-прежнему поддерживаю судью Кавано, и я с нетерпением жду голосования и людей, которые появились из ниоткуда 36 лет и 30 лет спустя, которые никогда не упоминали это раньше, и тут внезапно это произошло. На мой взгляд, все это полностью политическое, все это точно политика. Я думаю, Катя, мы вряд ли услышали что-то новое от американского президента, может быть, лишь за тем исключением, что еще на прошлой неделе он несколько смягчал свою риторику, когда он говорил, что нужно заслушать, конечно, профессору Кристин Форд. Да, да, сейчас он вернулся вновь на жесткую позицию отстаивания Бретта Кавано. Ну, профессора Кристин Форд выслушают в четверг, как мы уже неоднократно рассказали нашим зрителям с начала сквозного эфира на RTVI. Гарри, я благодарю тебя. Спасибо. Гарри Книгницкий сегодня весь день работает на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Гарри и завтра, и послезавтра. И после-послезавтра будет работать на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Это, конечно, бесценный опыт. Я тебя поздравляю с этим. И спасибо тебе еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok